В Петровске Саратовской области начались масштабные работы по расчистке медведицы. За последние два десятилетия река сильно обмелела, заросла грязью и кустарниками. Как следствие, несколько лет подряд река выходила из берегов. А потому каждый год в Петровске люди страдают от паводка. К примеру, в зоне подтопления весной 2013 года оказались свыше 400 домовладений. Поможет ли расчистка реки предотвратить второе пришествие стихийного бедствия, узнала Анастасия Куклева. Здесь-то берег был, но она была открытая, без всяких деревьев. Так что можно было подойти к берегу, купаться, песок был. За последние десятилетия облик медведицы сильно изменился, говорят местные жители. Это и результат природной эрозии, и отголосок рук человека. В советское время берега реки распахивали, русла перекрывали земляными перемычками. В итоге они постепенно разрушались, и грунт оседал на дно. Все это привело к катастрофическим последствиям. Это кадры с высоты птичьего полета. Улицы Петровска превратились в полноводные реки. Пик паводка пришелся на весну 2013 года. Вода не оступала больше недели. Запасы продовольствия, отрезанным от большой земли, жителям подвозили на лодках. У нас уже три раза домой вода заходила. Каждую весну затапливает место, это затапливает, и выходит именно вот с берега, отсюда, вот отсюда у нас выходит, и идет к нам туда домой вода заходит. Конечно, проблем очень много. Хотя у нас кирпичный дом, но много проблем из-за того, что вода заходит домой. Чтобы предотвратить наводнение, потребовалась расчистка медведицы. До начала работ специалисты вдоль и поперек изучили 10 километров реки. Исследования показали, что расчистка необходима только на трех километрах. По течению порядка 400 метров русло реки в нормальном состоянии, и вот с этой точки начинается зауженность, извилитость реки. Крайне вы сейчас это увидите. Река заросла древесно-кустарниковой растительностью, и вот этот комплекс факторов, как я говорил, приводит подпору воды в период весеннего половодия. Работы по расчистке реки идут полным ходом. Сейчас территорию освобождают от мусора, пней, деревьев и кустарников. В общей сложности планируется расчистить около 10 метров берега с двух сторон реки, а также углубить и расширить медведицу. В порядок реку приводят специалисты из Санкт-Петербурга. Работают на финской технике, иначе как терминаторами эти машины не назовешь. С их помощью расчищают береговую зону от зарослей. С одним деревом такая машина расправляется всего за 30 секунд. Мы силами администрации проводили вот это выпиловочные работы в устье вот этих, ну на берегах реки Медведица. Но вот с приходом, конечно, такой техники, вот то, что мы делали за два года, она, наверное, сделалась за два дня. Одновременно с расчисткой береговой линии работы идут и на самой реке. Для этого сюда специально из Финляндии привезли землесосный снаряд. Большим ковшом эта плавучая машина с одной медведицей поднимает мусор, автомобильные шины и грунт. В данный момент мусор. То есть все колеса, деревья из реки вытаскиваем, выкидываем на берег. Через насос это не пройдет. Вот мы это выбираем ковшом, под эскаватор загружаем, высыхая загружаем эскаватором, увозим на полигон ТБО. Планируется, что работы по расчистке будут вестись на Медведице в течение двух лет. До начала холодов реку расчистят, а в следующем году начнут работы по ее расширению. Это позволит предотвратить ежегодный ущерб по объеме свыше 250 миллионов рублей. Но первые результаты этой работы жители Петровска должны ощутить уже предстоящей весной. Специалисты уверяют, что паводок 2016 года, даже если и будет многоводным, не причинит ущерба горожанам.